Июня 2019 года Мы поговорим о том, как делать большие структуры, как делать большой бизнес Потому что за 20 лет моя структура более 500 тысяч человек в 170 странах мира Я заработал более 3 миллионов Вы сможете сделать это гораздо раньше, от 5 до 10 лет Пока-пока, до встречи на ассамблее Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Добрый вечер всем! Как слышно меня? Раз, два, три, четыре, пять Отлично! Отлично! Попрошу всех, кто присутствует, проголосовать Сколько раз вы были на этом вебинаре впервые, второй, третий раз Или регулярно посещает более трех раз Так, вопросы Да, я смотрю, есть у нас новички, это хорошо Так, ну уже этот вебинар провожу из России Предыдущий был из Малайзии, но предыдущий был из Малайзии Я Максим Гафияк, директор Международного юридического департамента Skyway Invest Group Я юрист-практик И веду нашу деятельность с юридической точки зрения, курирую в международном плане Значит, этот вебинар мы проводим для того, чтобы повысить вашу юридическую грамотность В сфере инвестиций, в сфере финансов И чтобы вы разбирались в том, что предлагает и делает Skyway Invest Group И чтобы вы вообще разбирались в этих темах Для того, чтобы лучше и грамотнее выстраивать свои стратегии на будущее И противостоять всевозможным сомнительным моментам Скользким моментам, опасным моментам, которые присутствуют в экономике Вот с этой целью мы и проводим этот вебинар Проводим мы его, тем образом вы задаете вопросы Есть предварительная форма электронная, в которой люди задают вопросы до вебинара Она приходит в рассылки в ваш личный кабинет Также есть форма обращения здесь, прямо в чате Можете писать свои вопросы, если что-то не понимаете И я постараюсь на все эти вопросы ответить Вкратце, наверное, для тех, кто впервые тоже коснусь того, что делает Skyway Invest Group Skyway Invest Group это название, это бренд Созданный командой Андрея Федоровича Хавратова Основателя компании RSW Investment Group LPD Которая отображается у вас в личном кабинете, когда вы делаете какую-то покупку Ну и в контактах на сайте skywayinvestgroup.com можно найти эту компанию Это как бы наша основная компания, вокруг которой сгруппировалась команда и группа компаний по всему миру Группа компаний по всему миру, это несколько десятков компаний на сегодня насчитывает Все они обслуживают, участвуют в работе команды Skyway Invest Group Команда Skyway Invest Group возглавляемая Андреем Фавратовым Создана для того, чтобы Первое Продвигать Инновационные транспортные технологии Skyway Анатолия Дураченицкого Посредством обучения Посредством обучения Через тренинги, через вебинары, через семинары, лекции и так далее Все обучающие и образовательные материалы направлены на повышение финансовой инвестиционной грамотности людей Простых людей в первую очередь Базой для такой обучающей платформы явилась Академия частного инвестора Которую создал Андрей Хавратов много лет назад У которой десятки тысяч подписчиков, выпускников Онлайн, популярный онлайн проект Довольно продвинутый И развивая этот проект На базе его была создана Skyway Invest Group Почему выбор пал на Skyway и на технологию? Как говорит разработчик Skyway Анатолий Дураченицкий Планета стоит на грани технологической катастрофы Еще одно-два поколения Мы пройдем точку невозврата Которая приведет к гибели цивилизации Невозврата от того, чтобы спасти планету Технологии сегодня двигают цивилизацию Улучшают комфорт жизни И одновременно убивают природу Это, я думаю, уже очевидно практически сегодня многим Но, к сожалению, еще не всем Поэтому, чтобы все остальные смогли увидеть и понять Что действительно нужно сберечь планету Мы работаем в этом направлении Естественно, это не просто зазывание Экологические технологии Но это очень сильная популяризация Технологий Анатолия Дураченицкого Которые направлены на Существенное сокращение промышленного И технологического влияния на природу человека И цивилизации человеческой Транспорт SkyWay, линейные города SkyWay Умные смарт-города и умное государство Концепцию, которую Анатолий Дурачевич разработал Биотехнологии, то есть это биогумус Эко-поселения, эко-дома, эко-фермы и так далее Это все части одного большого целого Одной большой концепции Одного большого конгломерата технологий Который Анатолий Дурачевич создает Вместе уже с огромной командой На сегодняшний день Команда Анатолия Дурачевича Насчитывает более тысячи человек Практически львиная часть этих людей Находится в городе Минске, в Беларуси Беларусь гостеприимно приняла Анатолия Дурачевича Иницкого И его технологию Дали площадку для развития Это бывший танковый полигон Рейной горки Минской области И соответственно там идет Уже реализована практически полностью Концепция эко-технопарка Вот и только некоторые аспекты Задуманного реализовываются сейчас Не в Минске, не в Беларуси А в Объединенных Арабских Эмиратах Под протекторатом, под покровительством Скажем так, да, вице-президента Арабских Эмиратов Наследного принца Дубая Вот, потому что арабские шейхи Тоже обратили серьезное внимание На эту технологию Они поняли, что благодаря этой технологии Они достигнут своих Планов По модернизации И, скажем, выведению В топ Передовых городов мира Своих городов и поселений Поэтому ставка сделана Строительство уже идет Максимальное сопутствование Этому тоже дано Вот, и мы увидим Вот, как говорится Оставшуюся часть Высокоскоростного транспорта Скайвей Уже на территории Арабских Эмиратов Ну, возможно Какие-то еще страны Успеют тоже подтянуться Для того, чтобы начать Строительство на своей территории Потому что очередь уже Из стран выстроилась В свою очередь из проектов Тоже есть Сейчас идет работа По многим направлениям Отбираются наиболее рентабельные Наиболее быстро окупаемые проекты Все проекты будут рентабельные В любом случае, естественно Но сейчас для старта К проекту нужно именно Высокоокупаемые Которые привлекут еще больше Инвесторов И правительств И так далее Для того, чтобы быстрее реализовать Эту технологию Поэтому Это то, что касается технологии Сама технология Высокоэкологична Очень низко Материалозатратно И энергозатратно Низко очень Может находиться на территории Заповедников Заказников Не убивая природу При этом То есть абсолютно спокойно Ни шумовое сильное воздействие Ни загрязнений Ни создание каких-то Либо серьезных опасностей Для природы В этом плане Эта технология Не несет Плюс Она очень бюджетная То есть Даже небольшие Небогатые Страны В будущем Смогут себе позволить Перевооружать Свою транспортную Систему Плавно Планомерно Постепенно На вот Подобную Технологию Скайвей На эту технологию Скайвей Появятся ли Подобные Я не знаю Как бы Работы Я смотрю Уже идеи Перехватывают Некоторые Анатолия Дорогича Яницкого Но Все разработки В этой сфере В других странах Если кто и пытается Сейчас Или Скопировать Или подражать Или в этом направлении Работать Они Пока еще Проходят Период Каменного века По сравнению С тем Что прошел Уже Анатолий Дорогич Яницкий Его команда То есть Мы идем Впереди Всей планеты Это Не красные Слова А реальность Скайвей Переживает Уже Не знаю Пятое Или седьмое Поколение Своего развития И Даже Созданная К сентябрю Месяцу Высокоскоростной Модуль Шестиместный Нибус Который Был представлен В Берлине Он Для Арабских Эмиратов Уже Усовершенствован Еще на Целую голову Который Там только Внешность Осталась Изнутри Там все Уже поменено То же самое Юникар И Юнибус Пассажирские Очень много Чего изменено Принципиально То есть Технология Очень сильно И быстро Эволюционирует Так что Пока Конкурентам Нам Не скоро Догонят Вот Поэтому Как говорится Все возможности Нам в руки Это Вкратце О проекте Скайвей То есть Почему мы его Поддержали Почему Андрей Его выбрал И поддержал Потому что За таким проектом Будущее Рынок транспорта Огромен Особенно Устаревают Уже многие Виды транспорта И нужно Перевооружать Или обновлять Или как-то еще Естественно Востребованность В такого рода Проектах В целом Есть Огромна И потенциальный Рынок Скайвей По самым Пессимистичным Прогнозам На сегодня Оценивается Порядка 350 Триллионов Долларов По более Средним Оценкам Это порядка 700 Триллионов Долларов И по более Оптимистичным Оценкам Это 900 И более Триллионов Долларов Потенциал Рынка Скайвей На будущее В целом Мы говорим По всему миру Для примера Я приводил Та же Бразилия Имеет 50 с чем-то Миллионов Км Дорог Только По своей Стране Автомобильных Дорог И это Все Потенциально В будущем Может быть Покрыто Транспортом Скайвей Потому что Обновлять Автомобильное Покрытие И Обновлять Автомобильный Транспорт Все-таки Намного Дороже И Скоро Будет Совсем Не Современно Поэтому Будущее За транспортом Скайвей Очень Востребованное Скажем Да Вот Ну и Сама Команда Скайвей Мисс Групп Которая Продвигает Это одна Из команд Которые Продвигают Этот транспорт Значит Мы Базируемся На Академии Частного Инвестора На принципах Академии Частного Инвестора Это обучение В сфере Инвестиционно-финансовой Грамотности Почему Именно Такое Кредо Мы Себе Выбрали Ну Кроме Того Что Это Уже Готовая База На Которой Мы Строим Свои Обучающие Курсы База Созданная Андреем Хавратовым Кроме Этого У нас Еще Есть Такое Желание Чтобы Повысить Финансовую Грамотность Населения Простого Населения Как Минимум Хотя Бы 15% Населения Всего Мира Амбициозная Цель Для Чего Она Нам Нужна Для Того Чтобы Люди Смогли Противостоять Той Лжи И Тому Тем Различным Манипуляциям Которые Сегодня Присутствуют И в Экономике И в Политике Имея Серьезное Понимание Того Что Происходит В Экономике Зная Как Делаются Как Зарабатывать Деньги Как Ими Распоряжаться Как Их Сохранить И Как Еще Их Приумножить Такой Человек Естественно Будет Совсем По Другому Вести Себя На Рынке В Экономике С С С От Многих Негативных Явлений Он Сможет Себя Защитить Имея Такие Знания Поэтому Мы Делаем Ставку На Это Потому Что Осознанные Предприниматели Инвесторы Люди Которые Понимают Эти Азы Понимают Эти Основы Они Могут Реально Изменить И Экономику И Социальную Жизнь Своих Государств И Всего Мира В целом Если Мы Наберем Такой Процент Намного Очень Существенно Клучше Мы Можем Изменить Это Все В Наших Руках Поэтому Сама Идея Никому Не мешает Никого Особо Не ущемляет Поэтому Она Принимается На ура Об этой Идеи Сейчас Стали Уже Мы Настолько Уже Много лет Об этом Трубим И говорим Со всех Площадок Где только Возможно Недавно Об этом Стали Говорить И на уровне Разных Правительств Руководителей Банков Центра Банков И Разных Министерств Профильных То есть Понятие Финансовой Грамотности Простого Населения Стало Заботить Сейчас Все Большее Количество И чиновников И управленцев И мы Это Приветствуем Мы Это Поддерживаем Мы Сами Как Говорится Ведем Впереди В этом Плане Потому Что Это Нужное Явление На сегодня Это То Реальное Изменение Которое Может Повлечь За собой Другие Изменения В Положительную Сторону Поэтому Мы Работаем Над Этим Со Своей Стороны Ну И Естественно Всех Наших Клиентов Партнеров Мы Призываем Тоже Включаться В Работу И Своим Примером Учиться Это И Применять На деле В жизни Своим Примером Показывая Что Это Возможно И Распространяя Интерес К Этим Знаниям Среди Людей Чтобы Люди Могли Более Осознанно Строить Своё Взаимоотношение С Денежной Сферой С Материальной Сферой Обеспечивать Себя Как-то Страховать От Всевозможных Рисков И Колебаний Особенно Когда Они Искусственно Сделаны Другими Людьми Более Хитрыми Скажем Да Поэтому Мы Такие Вещи Приветствуем И Поддерживаем На Это И Работаем Скажем Так Ну Естественно Это Форма Ведения Мы Это Делаем Не Безвозмездно То Есть Мы Продаем Своё Обучение Платно Вот Но Мы Также Афишируем То Что Продав Любой Курс Который Мы Продаем Любое Обучение Которое Мы Реализуем Через Наш Сайт Через Другие Сайты 60% Денег Вырученных Идет На Финансирование Skyway Это Наша Договоренность С Анатолием Эдуардовичем Миницким Она В действии Мы Это Регулярно Делаем И Благодаря Нашему Участию Технология Skyway Реализуется Реализуется Очень Успешно Вы Можете Увидеть По Новостям Из Экотехнопарка Из Арабских Эмиратов Из Других Стран Как Реализуется Технология Skyway В нашей Новостной Линке Вот Вкратце То Чем Занимается Skyway Мисс Групп И Что Мы Предлагаем Нашим Клиентам Юридически Тоже Скажу Я Немножко Может Повторю Сейчас То Что Я Говорил В Куала Лумпуре Недавно Буквально Две недели Назад Или Три В Малайзии Со Цены То Что я Говорил Как Мы Работаем Чтобы Наши Партнеры Которые Строят Свой Бизнес Вместе С Нами У Нас Есть Такая Форма То Можно Построить Бизнес Вместе С Которые Мисс Групп И Зарабатывать Уже Сегодня Помогая Нам Продвигать Наши Продукты И Нашу Идею Значит В личном Кабинете Когда Человек Регистрируется У него Есть Такой Раздел Называется АИП АИП Это Обучающий Информационный Продукт Обучающий Информационный Продукт Состоит Из Ограниченного Персонального Доступа К Базам Данных С Обучениями С Вебинарами С Видеороликами С Курсами Всевозможными Это Своего рода Электронная Библиотека Архив База Данных Вот Доступ К этой Базе Данных По сути Глянется Предметом Продажи На нашем Сайте То есть Мы Показываем Вам Вот Есть Дверь Вы Покупаете Ключ Открываете И Заходите Туда Там Вы Найдете Те Знания О которых Мы Говорим Вот Соответственно За то Что Вы Конечно Поддержали Наш Проект Мы К этой Покупке Вашей Можем Дать Бонус И Мы Его Даем Мы Озвучиваем На сайте Что К тем или Продуктам Есть Определенные Бонусы Бонусом У нас Идет Электронный Внутренний Сертификат Который Является Внутренним Таким Сертификатом Компаний Таким Бонусом Как такая Скажем Подарочная Открытка Такая Бонусная В котором Прописано Обещание Skyway Вестгрупп Перед вами Сделать вас Совладельцами Далей Skyway В будущем И выплачивать По ним Дивиденды По реализации Проекта И Вот это Обещание Мы Выполняем Практически Вот В этом месяце Вы закрыли Покупку На следующий Месяц 1 по 10 Число Это обещание Будет Реализовано Это у нас Такое Правило Негласное Есть Реализуем Благодаря Договору О сотрудничестве Со Skyway С компанией Группой Компании Skyway Вот Который Подписан 4 сентября 2014 Подписан Был на 20 Лет И Благодаря Этому Договору У нас Есть Возможность Выполнить Такое Обещание Корневая Компания Skyway Знает Об этом Обещании Естественно Она Задействована В Его Выполнении И Все наши Клиенты И партнеры Которые Совершили Покупку Обучения Доступа К обучению На Сайте Skyway Вест Групп Они Становятся Совладельцами Далей Skyway То есть Совладельцами Далей Компании Которая Владеет Технологией Skyway Это В обобщенной Форме У нас В личном Кабинете В разделе Инструменты Партнера Есть Раздел Документация Там Есть Меморандум Головной Компании Skyway Там Можно Прочитать Более подробно Еврическую Подоплевку Группы Компании Skyway И Этих Далей И так далее Там Это Все Можно Увидеть Это Для тех Кто хочет Более подробно Это Все Изучать То есть Вся документация Открыта Ничего Секретного Особого Нет Вот Вкратце Так И Поэтому Если Вы Рассказываете Кому-то О Нашем Проекте Мы Рекомендуем Не Говорите Не Делайте Таких Ошибок Которые Вызывают Противление Неправильное Понимание У Людей То есть Мы не Продаем Акции Доли Skyway Потому что Ну почему Доли Не акции Потому что Акции Это Акции Которые Продаются На Бирже А у Skyway Нет Таких Акций Она Еще Не Вышла На Биржу Skyway Имеет Доли Вот И Благодаря Тому Что Мы Рекламируем Эту Компанию Она Строит Свои Технологии Вживую То есть Материально И Когда Будут Реализованы Реальные Трассы Skyway То Соответственно Появится Возможность Выхода На Международную Биржу Процедура IPO И Соответственно Тогда Можно будет Привлечь Дополнительные Инвестиции И Доли Наши Превратятся Уже В реальные Акции Компании Ну Это Вот Вкратце На сегодня Так Поэтому Для Грамотности Я рекомендую Внимательно Почитать Терминологию На сайте У нас есть Терминология Где Объясняется Что такое И Что такое Бонусы Что такое Электронный Внутренний Сертификат И так далее Чтобы вы Правильно Понимали Что это Такое Вот это Для того Чтобы Грамотно Доносить Доносить Людям Информацию О Проекте Вот Ну И Соответственно Стався Владельцем Долей Скайвей Конечно Любой Человек В будущем Создает Себе Подушку Безопасности Получает Огромный Шанс При Реализации Проекта Скайвей Как он Задуман В большинстве Стран мира Естественно И Цена Этих Долей Будущим Акций Увеличится Сама По себе С нуля Как сегодня До Соответственно Уже Каких-то Рыночных Показателей Которые Могут Быть И Очень Большими На Каждую Акцию Соответственно Так же И Прибыль Получаем От Реализованных Проектов Скайвей Она Так же Будет Давать Приходить В корневую Головную Компанию А по Уставу Корневой Компании 20% От всей Прибыли Со всего Мира Которую Будет Получать Эта Компания Будет Уходить На Дивиденды Всем Инвесторам Всем Совладельцам Тем Кто Поддержал В процессе Становления Развития Нашу Компанию Компанию Скайвей Поэтому Естественно Что Люди Которые Имеют Пакеты Скайвей Они получают Огромную Возможность В будущем Обеспечить Себя И свою Семью Своих Детей Хорошей Подушкой Безопасности Финансовым Источником Финансов И Источником Некоторой Ценности Для себя Естественно Этим Можно будет Пользоваться В будущем Вот Но Соответственно Поскольку Сейчас Проект Находится В стадии Еще Становления В любом Случае По всем Категориям Современной Экономики И рынка Он Находится В Категории Высокорисковых Проектов Это Все Проекты Которые Начинаются Они Все Находятся В категории Высокорисковых Естественно Мы Об этом Предупреждаем То есть Вы Должны Понимать Что Данная Инвестиция Является Высокорисковой Если Вы Рассчитываете В будущем Стать Савладельцами Дарейской Вы Должны Понимать Что Эти Инвестиции Являются Высокорисковыми Но Еще Раз Повторяю Мы Не Продаем Скайвей Мы Продаем Только Обучение Это Огромная Разница У нас Отношения Купли Продажи Отношения Этих Далей Никак Не Возникают И Это Очень Существенная Разница Люди Становятся Савладельцами Далей Благодаря Благодарности Компании То есть Оттого Что Компания Благодарит Своих Партнеров Клиентов За Сделанные Покупки Вот В этом Есть Просто Определенные Плюсы Почему Мы Эту Схему Работы Выбрали Вот Ну И Еще раз Подчеркну У нас Такое Кредо Мы Хотим Чтобы Наши Клиенты И Партнеры Были Все Осознанными Людями Которые Которые Владеют Основами Финансовой Инвестиционной Грамотности Поэтому Мы Делаем Все Таки Акцент На том Что Если Вы Делаете Покупку В нашем Личном Кабинете На Сайте Скайбэмбис Групп Обратите Внимание На То Что Вы Покупаете И Обязательно Прослушайте Не обязательно Все Сразу Можно Постепенно Те Курсы Те Видео Лекции Вебинары И так Далее Которые У вас В пакете Даются В списке Там Дается В момент Покупки Открываются Ссылки По которым Можете Пройти И Просмотреть Там Действительно Очень Немало Интересных Полезных Знаний Даже Для Профессионалов Говорю Это сам Как человек Который Довольно Длительное Время Уже Работал И работаю В сфере Международной Экономики Инвестиций Юриспруденции Когда Три года Назад Я стал Просматривать Эти курсы Которые Сам же Тоже Приобрел Приобретал Я Нашел Для себя Очень Немало Интересных Вещей Которые Для меня Даже Были Среди Большим Открытием То есть Много Интересного И полезного Я для себя Почерпнул И В принципе Обучаюсь Я до сих пор Поэтому Очень Рекомендую Всем Кто Не знает Не смотрел Не слушал Эти курсы Вот Обязательно Начните В личном Кабинете Для себя Допустим Для меня Самый Первый Старт Это было 8 правил Частного Инвестора Классическое Уже 8 Таких Небольших Видео Уроков Андрея Хавратова Но Небольших Но очень Ценных Если Постараться Выполнять Каждый Этот Урок То есть Каждый Принцип Который Там Заложен В этих Правилах То Вы Увидите Как Начнет Меняться И Ваше Отношение К деньгам И Ваша Финансовая Сфера Вашего Бюджета Личного Или Семейного Ну Я не знаю У кого Не получалось Я знаю Что Все Кто Пробовали Искренне Серьезно Следовать У них У всех Получалось И Получались Хорошие Изменения Поэтому Я рекомендую Особенно Тем Кто Впервые Кто Еще Не Знает Что Это Такое Обратите Очень Серьезное Внимание Это Очень Ценные Вещи Почему Еще На Это Обращаю Внимание Потому Что Если Мы Посмотрим На Историю Человечества То 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 Войны То Какие Разрухи То Какие Кризисы Возникают Люди Зарабатывают Получают Большие Какие Состояния На Всю Жизнь Всю Свою Семью Обеспечивают Бывает Так Что Теряют Все В силу Каких То Исторических Обстоятельств Войны Какие То Еще Что То Или Какие То Кризис И так Далее Что Остается С Человеком После Всего Этого Человеком Всегда Остается То Что От Него Никто Никогда Не Отнимет Это Знание Поэтому В данном Случае Мы Говорим О Тех Знаниях Которые Вам Помогут В Материальном мире В Условиях Современной Экономики Меняющейся Супер Всякими Насыщенными Технологиями Те Знания Которые Помогут Вам В любой Стране Мира Выстроить Стратегию Как Прийти К благосостоянию Достаточному Чтобы И себя Обеспечить И свою Семью И помогать Другим И Вот Посмотрите Попробуйте Вы Убедитесь Что Это Именно Так Вот Ну Вот Такая У меня Маленькая Реклама Нашей Продукции Я думаю Что Она Была Полезна Для Тех Кто Впервые Особенно Это Слышит Если Вопросы Будут Пишите Вот Вкратце Я Изложил Сейчас Я Перейду К вопросам Которые Были В электронной Форме Заданы С момента Прошедшего Вебинара 13 Числа Который Я Проводил Из Малайзии Итак Вопрос Александра Викторовича Алферова Когда Можно Будет Вложить Приобретенные Токены В целевые Проекты По поводу Токенов Я Сейчас Не Буду Давать Ответы Потому Что Это Новый Продукт Это Новый Инструмент Который Мы Готовим Действительно Сейчас Для Наших Партнеров Клиентов Все Условия Его Использования И Функционирования Со Временем Мы Полностью Раскроем Первый Об этом Подробно Расскажет Буквально Завтра Андрей Ховратов На Итоговом Вебинаре На Который Я Всех Вас Приглашаю Обязательно Посетите Потому Что Там Будут Новости Как Раз От Этих Новых Инструмент Касаться Поэтому Я Пока Не Буду Отвечать На Этот Вопрос Второй Вопрос Когда Согласно Календарного Плана Будет Окончательно Сдана Первая Трасса В Эмиратах Дело В том Что Я Не Знаю Когда Календарный План Сдачи Этой Трассы В Эмиратах Я Знаю Что Стремятся Сделать Какую То Часть Весной Должны Сделать Какую То Часть К Году 2020 Когда Будет Экспо 2020 Проводиться И Там Будет Очень Много Демонстрироваться Уже Реальных Результатов Строительство И Подготовка Идет Полным Ходом Это Я Точно Могу Сказать И Идет Очень Быстро Больше Пока Кроме Официальной Информации Я Не Могу Ничего Озвучивать Думаю Вы Меня Поймете Следующий Софья Ивановна Россия Армения Где Мне Платить Налоги Как Правильно Поступить Софья Ивановна Судя По Всему Российской Федерации Армения Я Вам Скажу Так Значит Нужно Разбираться Вместе С Налоговыми Консультантами Резидентом Какой Страны Вы На Сегодня Я 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 Потому что Бывает Так Человек Гражданин Одного Государства Живет В другом Государстве И Другое Государство Котором Он Живет Считает Человек Налоговым Резидентом Потому что Большую часть Времени Более Вопрос Надо Надо Платить В этом Государстве Да Надо Платить И Надо Разобраться Сколько Платить С Другой С Вопрос Надо Ли При Этому Платить Своей Стране Которая Тоже Обязует Граждан Своей Страны Платить Налоги А вот Здесь Нужно Обращаться Обязательно К налоговому Консультанту Который Должен Или Юристу Который Занимается Такими Вопросами И Посмотреть Есть Ли У Этих Двух Стран Если У них Договор Об избежании Двойного Налогоблажения Насколько Я знаю В России И Армении Такой Договор Есть И Может Быть Даже Не Один Я Точно Не Читал Но То Что Договор Есть Это Точно И Можно Узнать Скажем Так Условия Договора В каких Случа Какие Налоги Не Нужно Уплачивать Допустим Либо В Армении Либо В Российской Федерации Если Вы Допустим Гражданка Армении Живете В России Значит Можно Узнать Какие Налоги Не Надо Платить В Армении Какие Налоги Надо Платить В России Или Наоборот То же Самое Если Вы Ставка Ну Я Тут По Всем Станам Не Проконсультирую Потому Что Везде Свои Ставки И Условия И Даже Договора Об избежании Двойного Налога Обложения С Каждой Страной Могут Быть Разные Условия Там Бывает Допустим Если Ну Вот На Скидку Недавно Какую-то Страну Смотрели Значит Если Там Ставка В другой Стране Ниже 15 Процентов То Налог Нужно Платить Доплатить До Той Ставки Которая Есть В стране Где Вы Проживаете Тут Сингапур По Да Если Вы Не Резидент Сингапура Но Не Являетесь Не Гражданином Сингапура Да То Если В вашей Стране Гражданство Налог Который Требуется Уплатить Ниже 15 Процентов То Вам Нужно Доплачивать В Сингапуре Если Вы Там Уплатили Уже В своей Стране Налог То В Сингапуре Вам Надо Будет Доплачивать Или Наоборот То 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 Тогда Вы В Сингапуре Платите Лучше Всего Это Делать С Налоговыми Консультантами Это Обычно Как правило Чаще Всего Либо Бухгалтера Либо Юристы Которые Специализируются На Вот Этих Вопросах Чтобы Они Подняли Законодательную Базу Можете Это Сделать И Сами Всегда Такого Рода Договора Выложены На Правительственных Государственных Источниках И Можно Прочитать Суть Этих Договоров Либо Даже Есть Немало Сайтов Которых Есть Разъяснения Вот Но Окончательное Разъяснение Я рекомендую Получить Налоговой Инспекцией Там По месту Жительства Можно найти Налоговую Инспекцию Где Можно Получить Определенную Консультацию Сейчас Очень Широко Везде Применяется Такая Форма Что Консультирование Людей В Налоговых Инспекциях Чтобы Стимулировать Более Активную Уплату Налогов Поэтому Можно Найти Ответы На Многие Вопросы Обратившись В саму Налоговую Но Вопросы Нужно Подготовить И Предварительно Какую-то Информацию Для себя Собрать Чтобы Минимизировать Поиск Ответа Как Правило Я говорю Что Обычно Резидентское Государство Требует Уплаты Налогов У себя А Резидентом Считается Че Который Живет Более Полугода В данном Государстве Даже Если Он Не Гражданин Этого Государства Следующий Вопрос Еленская Эмилии Владимировна По поводу Завещания 80 лет Нужно Думать О завещании По поводу Завещания Я уже Говорил Для всех Кто хочет Его Сделать Рекомендую Обратиться На наш Сайт У нас Есть Текст Завещания Должен Он Быть У нас В личном Кабинете В разделе Инструменты Партнера Документация Также Он Должен Быть Вопросы Ответы Раздел О компании Подраздел Ответы На вопросы Сейчас У нас Сайт Переформатировали Возьмите Гид По сайту Гид По сайту И там Есть Ответы На вопросы И Есть Вопрос По наследованию Обычным Я не помню Под каким Номером 20 Какой-то Вопрос Там Ответом Дается Примерный Текст Завещания На русском Языке И в Английской Версии Сайта На английском Языке Вот Этот Текст Завещания Можно Передать Нотариусу И Нотариус Вместе С вами Составит Правильное Завещание Касательно Вашей Семейной Ситуации Кому Сколько Что Вы хотите Завещать В тексте Завещания Как раз Описывается Все Что касается Скайли Далее Ну и Заверяйте Нотариус Следующий Вопрос Далина Коровина Так Добрый Вечер Составление Свидетельства О наследстве В каком Государстве Надо Оформлять Если Умершая Россиянка А Наследники В Казахстане В России У нее Только Доли Недвижимость В Казахстане Ну Естественно Седейство Наследствия Выдается Нотариусом Либо Консульством Российской Федерации Подчиняющимся Российской Федерации Если Она Не была Прописана Что ли В Казахстане Не имела Там Вид На Жительство Если Она Имела Вид На Жительство То Возможно Что Это Будет Казахский Нотариус Если Поживала В России То Тогда Значит Это Российские Органы И Они Должны Это Говорю еще раз Это Либо Российский Нотариус Либо Консульство Но Где Нужно Обращаться За этим Седействием Там Где Открыто Наследственное Дело И Выяснить Где Открыто Наследственное Дело Вы Должны По Месту Последнего Проживания Умершей То Где Последнее Время Человек Проживал Где Он Ушел Из жизни Там Есть Нотариальная Контора Либо Если Это Заграница То Это Человек Обязательно Должен Быть Приписан Прикомандирован К Определенному Консульству Российской Дерации Будучи Гражданином России И Соответственно Надо Уведомить Консульство О том Что Есть Такая Ситуация И Они Тогда Вам Подскажут Как Вам Оформлять Такие Документы Седство Управленное Наследство Для Наследников Как Раз И Выдается На Основании Вот Этого Наследственного Дела Которая Ведется По Факту Смерти Человека Вот Это Нужно Выяснить Мне Просто Вся Ситуация Ваша Неизвестна Не Могу Дальше Подсказать Но Теоретически Знаю Что Это Либо Это Если За Границей То Можно Обратиться В Консульство Российской Федерации Ближайшие Можно Позвонить По Телефону Или Обратиться Письменно Письмом Они Ответят Вот Может На сайте Можно Электронный Вопрос Задать Зарегистрироваться И Задать На сайте Консульства Это Как Я Вариант Такие Подсказываю И Соответственно Узнать Где Открыто Наследственное Дело Можно По Месту Регистрации Человека Где Была Регистрация Где Он Умер Если Это Вид на Жительство Например В Казахстане В местной Нотариальной Конторе Можно Уточнить Если Это Иностранный Гражданин Открываются Ли У них Эти Наследственные Дела Если Открываются Тогда На основании Этого Наследственного Дела Гражданки России Можно Попросить Сидейство Правильное Наследство Для Действия За Границей Обязательно Ремарку Попросить Что Именно Такое Сидейство В котором Не Упоминается Никакое Имущество Только Упоминаются Наследники Их Доли То есть Я хочу Для всех Кто делает Подобные Документы Такой Акцент Выделить Что При Оформлении Наследства Для Нас Для Нашей Компании Переоформление Доли Ушедшего Из жизни Человека На его Наследников Нам Нужен Документ Из любой Страны Где Это Все Происходило Событие Где-то Произошло Документ В котором Написаны Только Две Вещи Первое Кто Являются Наследники Полный Список И Какие У этих Наследников Доли Все Больше Нам Ничего Не Нужно В этом Свидетельстве Не Надо Имущество Упоминать Никакое Ничего Более Только Вот Эти Две Вещи Кто Наследники И Какие У них Доли В Наследстве То есть Там У Того Человека 50% У Второго 25% У Третьего Тоже 25% К примеру Вот Этого Достаточно И Естественно Заверение В разных Станах Это По-разному Где-то Это Может Нотариус В Каких-то Странах Это Может Суд Судья Это Может Быть Глава Территориальной Общины Как По Нашему Глава Администрации Сельского Поселения Например Это Может Быть Еще И Некоторые Кроме Нотариусов Допустим В Германии Это Может Тот же Юрист Или Адвокат Который Имеет Право Совершения Нотариальных Действий В разных Станах По-разному Поэтому Это Можно Узнавать В Стране Пребывания Кто Может Выдать И Даже Некоторых Странах Люди Выбирают Нотариуса Очень Дорого Получается Они Идут К Главе Местной Коммуны В Италии Например И Там Выдают За Копейки Такой Документ То есть Это Все Можно Уточнить Главное Что Вы Должны Сказать Что Это Не Для Каких Не Акций Зарубежной Компании Потому Что Некоторые Нотариусы На этом Любят Зарабатывать А Именно Вы Говорите Просто Нужно Такое Средство Для Розыска Умщества Или Для Розыска Например Семейной Переписки За Границей То есть Семейная Переписка Как Сама По себе Не Является Каким Большим Богатством И Нотариус Уже Не Захочет Ничего На нем Зарабатывать И Даст Вам Это Свидетельство Со Списком Наследников И Кто На что То Может Претендовать В Какой Размере И Этого Нам Достаточно Ну И Затем В Поддержку Ох Тут Кто-то Что-то Написал Николай Будь Добро Пожалуйста Вопросы На Большой Экран Выведи Так Ладно Пока Николай Не Слышит Я Перейду На Следующий Вопрос Белобородов Из России Спрашивает Хочу Получить Обучение По Акциям Облигациям Форекс Также Хочу Обучиться Работать Живоцвет Я получу Полную Информацию Приобретая АИП Начальный За 100 Вы Получите Хорошую Интересную Информацию Если Вы Приобретете Этот АИП В котором Перечислены Данные Курсы Там Есть Действительно Обучение У нас Даже Некоторые Люди Начали Реально Применять И Эти Курсы Вот Именно По Форексу По Акциям Вот Можете Попробовать Тоже Если вам Это реально Интересно Пожалуйста Обращайтесь Я единственное Хочу сказать Что мы Не подменяем Своим Обучением Естественно Какого-то Государственного Профессионального Образования У нас Такой Заявки Нет И сертификатов Прохождения Такого Обучения Мы Не Выдаем На Сегодня Именно Государственного Образца Потому Если Если вы хотите Получить Профессиональные Обучения Трейдера Например Чтобы потом Где-то Устроиться Компанию Трейдером Работать То В данном Объем Академические Знания В этой Сфере Нет Это Мы Даем Просто Интересное Ценное Обучение В этой Сфере И Уверяем Вас Что Вы найдете Там Весьма Полезные Вещи Но От вас Уже Зависит Как вы Воспримите И как Будете Применять Но Опять Ж У нас Пока В перспективе Мы Хотели бы Конечно Выйти На Такой Уровень Чтобы Давать Полноценное Обучение Но Мы Над этим Работаем Это Не Дело Ни Одного Дня Ни Одного Месяца Даже Ни Одного Года То Нужно К Этому Подойти Увеличить Многие Программы Разработать Мы На Сегодняшний День Обучающая Платформа Скоро Вес Групп Уже По Моим Собственным Оценкам Дает Обучение Сродни Очень Крупного Серьезного Института Какой То Части Какой Академии Мы Приближаемся К Очень Серьезным Объем Знаний Которые Даем Для Наших Клиентов Партнеров Обучающихся В перспективе Все это Более Систематизируется Я думаю Что у нас Довольно Скоро Появится Возможность И даже Какие-то Сертификаты Давать Окончание Технинг Курсов И В которых Мы можем Гарантировать Определенный Уровень Знаний Но То Что Уровень Все Обучающиеся Получают Определенный Уровень Знаний Отличный От того Что Который Был До Этого Это Действительно Так Я Сам Проходил Не Один Курс Нашей Нашей Компании Могу Подтвердить Что Много Полезного Интересного Действительно Эти курсы В себя Включают Плюс Они Дают Видение Что Немаловажно Именно Видение Новое Видение Для человека В этой Сфере Более Углубленное Более Обширное Это Очень Хороший Момент Так Значит На Электронные Вопросы Я Ответил Те Которые Были Ранее А Теперь Я Перейду К вашим Да Благодарю Николай Теперь Я Перейду К вашим Вопросам Которые Вы Задаете Здесь Я Так Понял Александр ЕС Могу ли я Передать Часть Долей Акции Другому Партнеру Родственнику Из кабинета В кабинет Нет Александр Такая Возможность Исключена Потому что На любое Отчуждение Долей Вложен Мораторий До окончания 15 этапа Развития Компании То есть Пока не Реализуется Полностью Технология Skyway Никакой Отчуждений А передача Другому Это тоже Отчуждение Неважно Это родственник Или друг Ваш Это Является Отчуждением И на это Отчуждение Наложен Мораторий Об этом Мораторий Можете Прочитать В уставе Каждого Из ЕРСС Холдингов Которые Зарегистрированы Как Селудельцы Global Transport Investments Главной Компании Где Вся технология Патенты Собрана На 400 Миллиардов Долларов Со владельцами Этой Компании Является Компания Анатолия Доварченицкого Яниска Корпорейшн И Вот эти ЕРСС Холдинги Это Евро Азен Рейл Скайвей Системс Холдинг Лимитед И Их три После слова Холдинг Добавляется Цифра Два И добавляется Цифра Три Отличие Этих Названий Три Холдинга У каждого Одного 15 У другого 18% С лишним И у третьего Тридцать с чем Тридцать с чем Тридцать с чем Тридцать с шесть Или Тридцать с семь Процентов Значит На каждый Из этих Холдингов Входят Как раз Простые Люди Очень много Этих простых Людей Не совладельцы Долей Этой Компании То есть По сути Не совладельцы Долей Скайвей И В уставе Каждого Из этих Холдингов Записано Во втором Пункте В одном Из Подпунктов 2.1 По-моему 2.2 Что Запрещено Отчуждение То есть Никто Не может Отчуждать Эти доли До 15 Этапа Когда 15 Этап Будет закрыт Будет закрыт Фот Корневую Компанию То есть Уже Других Инвесторов Ходить Не будут Люди Будут Ходить Только Как Инвесторы В адресные Проекты После Этого И Тогда Откроется Возможность Либо Тогда Либо Несколько Позже Когда Компания Выйдет На IPO Либо До Внутренняя Биржа Между Всеми Совладельцами И Кто-то Кому-то Сможет Что-то Перепродать То есть У него Есть Какой-то Пакет Он Может Часть Пакета Продать Какому-то Другому Тоже Участнику Skyway Совладельцу Skyway Вот Вот Эта Внутренняя Биржа Для этого И Была Задумана В свое Время Вот Поэтому Но До Этого Времени Этого Невозможно Сделать Защитить От Рейдерства Защитить От Манипуляций Каких-то Упредительств И так далее Так Я вот Читаю Тут Кто-то Целое Полотенце Переписки Какой-то Выложил Для чего Я не знаю Такое Огромное Так В общем Я так понимаю Что Пишет Человек Который Вообще Ничего Не Разбирался И Пытается Это Все Критиковать Но Если Бо Он Ходил Хотя Бо На Наши Вебинары Вот На Юридические То Естественно У нас Я Периодически Рассказываю О том Как Те же Пирамиды Всевозможные Финансовые Отличать Потому Что Мошенничество Тоже Присутствует В современной Экономике И на рынке Как В этом Разбираться И Как Это Отличать Определенные Критерии Отдаются И Мы Это Тоже Отдаем Для Того Чтобы Люди Могли В этом Разобраться Ну Естественно Изучая Хорошо И Грамотно Вникая В Скайвей И Скайвей Визгрупп Работу Вы Здесь Не Увидите Никаких Мошеннических Эффектов Обозначено Потому Что Ни Одна Компания Не Будет Работать Так Как Работает Скайвей Визгрупп Или Как Работает Скайвей Если Будет Иметь Цель У Кого Либо Хоть Как Небудь Обману Так Вопрос Алексея Борновского Что Конкретно Будет Готовиться К Экспо 2020 Будет Опубликована Информация В ближайшее Время И Как Вопрос Меня Пока Такой Информации Нет Я Жду Информации От Главной Компании Это Будет Озвучено Как То В Новостях После Закрытия Александра Вы Имели Ввиду Возможность Передачи Дали Родственникам Я думаю Да Дело в том Что Ну Этот вопрос Надо будет Еще Один раз Поднимать Но Анатолий Дарч Говорил Что Будет Внутренняя Биржа Ее Хотели Запустить Еще Осенью Прошлого Года Но Ее Так И Не Запустили Почему Потому Что Когда Стали Разбираться Со Всеми Нюансами Это Поняли Что Это Будет Лазейка Для Во-первых Для Злоупотреблений Ну Не Доброжелателем Будет Возможность Какая-то Повлиять Негативно На Компанию То есть На Развитие Компании То есть Чтобы Этого Избежать Изначально Стали Вернулись К той Стратегии Которая Была Заявлена Изначально То есть До 15 Этапа Никто Ничего Не А после Этого Я думаю Что Никаких Противопоказаний Или Возражений К запуску Такой Биржи Не Будет И Я думаю Что Анатолий Дарч Это Тот Человек Который Своё Слово Всегда Держит Он Обязательно Это Сделает Вот Либо Это Сразу По Закрытию 15 Этапа Либо Через Какой-то Срок После Этого Недолгий Я думаю Что Это Будет Возможно Потому Что Все Этого Ждут Анатолий Дарч Очень В этом Плане Достаточно Щепетильный Человек И Всё Что Он Делает Он Очень Уже Не раз Доказывал Что Он Много Чего Делает Именно Следит Чтобы Интересы Людей Этих Инвесторов Которые Поддержали Его С самого Начала Они Ни В коем Случа Не Были Ущемлены Я Сам Был Судителем Таких И Разговоров И Таких Поступков Его Может Не все Они Широко Известны Но Я знаю Что Человек Который Об этом Тоже Переживает И Думает Поэтому Я думаю Что Да После 15 Этапа Это Будет Возможно Валерий Воробьев Ваши Доли Никто Пока Сейчас Не Может Купить Потому Что Отчуждение Их Запрещено До Закрытия 15 Этапа Эта Тема Даже Как И Не Обсуждается В Компании Потому Что Есть Мораторий Для Всех Работает Для Всех Кто Хочет Работать Зарабатывать Сейчас Скаверис Групп Дает Очень Много Инструментов Возможности Работать Вместе С Нами Строить Свой Бизнес И Добиваться Результатов Очень Много Интересных Поддержки Обучения В этом Плане Делается Для того Чтобы Делать Такой Бизнес Зарабатывать Уже Сегодня Так Клавдия Ангарск Были Напущены Неточности Зарабатывать Паспортные Данные Которые Были Исправлены Через Их Поддержку Обменяла 100 тысяч Далей Скаверина Токен Скаверина Будет Ли Исправлены Мои Данные Документы На Токены Или Нужны Какие Действия С Моей Стороны Клавдия Если Честно Все Что Касается Токенов Это Вопросы Только Головной Компании Потому Что Мы Не Ведем Ни Документацию Ни Сопровождение Этих Токенов Просто Даже Не Знаю Что В Ответь Это Вопрос В Поддержку Головной Компании Вы Можете Через Нашу Поддержку Передавать Вопросы В Поддержку Головной У них Есть Тоже Связь Между Собой Как Вариант Я Точно Не Прокомментирую Потому Что Сам Не В Курсе Вот Этих Моментов Теоретически Теоретически Можете Передать Изменения И Они Должны Будут Внесены Быть Тогда Когда Вы Сможете Передать Это Передать И Они Смогут Через Кое Это Время Это Внести Изменения Теоретически Это Возможно Как В Любом Аналогичном Случа Не Только С Токенами С Далями С Документами С Профайлами Какими-то Личными Профилями И Так Далее Благодарю За комплимент Марина Говорит Хорошо Угляжу Наверное Южные Края Так Повлияли Хотя Отдыхать Удалось Всего Лишь Там Может Два Дня Два Попутешествовать В Малайзии Немножко Все Все Равно Работа Поглотила Даже Там Так Да Информация Про Криптоюниту Действительно Завтра Уже Будет Первая Информация Андрея Он Много Чего Озвучит И Со Временем Мы Дадим Разъяснение Все Более Глубокие Более Развернутые По Этой Работе С Криптоюнитом И Перспективы И Возможности Его Использования Но Это Очень Серьезные У нас Очень Амбициозные Планы По Расширению Возможности С КВМС Групп Работе По Объемам Которые Мы Хотим Делать То Соответственно Криптоюнит Это Очень Серьезный Инструмент В этих Планах Поэтому Следите Обязательно За Новостями И За Выступлениями Андрея Хавратова И На Эту Тему Тоже Это Будет Действительно Что-то Интересное Планы У нас Очень Большие Мы Всего Как Всегда Сразу Не Озвучиваем Подготовка Идет По Очень Интересным Направлениям Которые Выходят Сейчас За Рамки Того Что Делаем Мы Сейчас В том Виде В котором Сегодня Skyway Group Существует Так Выход на Международную Биржу Возможен До Завершения 15 Этапа Артем Он Спраш Нет Невозможен Потому Что Для Того Чтобы Войти На Международную Биржу Мы Должны Реализовать Полностью Проект Skyway Причем Мало Того Что Реализовать Его Должны Появиться Несколько Разных Трасс В разных Условиях Работающие В разных Климатических Условиях Где Будут Реально Уже Ездить Люди Грузы И он Будет Показывать Реальные Положительные Скажем Да Такие Победные Результаты Анатолий Дальше Юницкий Команда Skyway Об этом Над этим Работают И В скором Времени Мы Такие Примеры Будем Видеть Еще Еще Как Уже Увидели В прошлом В прошлом Году Это В Экотехнопарке Презентации Нибуса Нибайка Никара Нитрака Разных Видов Транспорта Skyway Но Все Инвесторы На большой Бирже Они будут Ждать Именно Реальных Трасс Когда Реально Где-то Ездит Вот Приезжают Смотрят Реально Ездят Люди Ездят Оно Все Работает Прибыль Приносит Да Это Решение Давайте Инвестировать Вот так Работают Крупные Инвесторы Поэтому Для того Чтобы выйти На большую Международную Биржу Надо подготовить Вот эти Работающие Трассы Вот Первая Сейчас Строится Это Шарджа Равский Эмират Так Сима Делая Инвестиции Покупая Ниты Будем Иметь Доли Вы Не Покупаете Ниты Если Вы Делаете Инвестиции В первую очередь Вы Делаете Инвестиции В свое Обучение То есть Что Вы Покупаете Доступ К Обучению Как Вы Покупаете Доступ К Обучению Вы Пополняете Свой Личный Кабинет Той Валюты Этого Государства Которой Вы Живете Которая Приемлема На нашем Сайте По Внутренней Учетной Единице Которая Ситует На этом Сайте Все Поступления Денег В разных Валютах Пересчитываются В одну Учетную Единицу Учетно Расчетную Она Называется Юнит Курс Этой Единицы На сегодня Привязан Курсу Доллара То есть Один Юнит Равен Одному Доллару Это Такой Временный Инструмент И Уже В Юнитах У нас Считается Цена На сайте Это На Обучающие Пакеты И В Юнитах Вы Оплачиваете Вот И Вся Разница То есть Что Вы Покупаете Доступ К Обучению Не Юниты Юниты Это Ваши Деньги Просто Эквивалент Ваших Денег Отображается В Юнитах Вот И Все Доли Вы Можете Иметь Тогда Когда После Того Когда Пройдет Процесс Конвертации Конвертации Вот Этого Внутреннего Обязательства Нашей Компании Обещания Нашей Компании Который Записан В подарочном Электронном Внутреннем Сертификате А этот Сертификат Является Бонусом К Покупке То есть Вы Купили Обучение У Вас Сразу После Оплаты Появляется ЭВС Электронный Внутренний Сертификат Вот Такого Голубенького Цвета Там Подпись Андрея Хавратова Печать Компании RSW Investment Группа ЛТД И Текст Где За Вами Закреплено Определенное Количество Долейской Совладельцам Этих долей Через какое-то Время Этот Сертификат Это Обещание Но Исполняется Нашей Компанией То есть В этом Месяце Платили В следующем С 1 По 10 Число Это Обещание Проходит Выполнение Вот Это Выполнение Является Процессом Конвертации То есть Само Обещание Конвертируется Уже В реальные Доли Которые За Вами Были Закреплены Они Закрепляются За Вами В реальность Вот И Таким Образом Сам Сертификат Подарочный Этот Он Погашается То есть Обязательства Не существует После того Как Вам Передали Эти доли Дальше Компания Только Будет Обеспечивать Возможность Получения Дивидендов По Этим Долям То есть Мы Как В этом Плане Уже Будем Выступать Просто Как Оператор Который Будет Помогать Распределять Дивиденды От Корневой Компании Вот Там Например Зачислением В личный кабинет Примерно Так Это Будет Выглядеть Но Вы Не Покупаете Доли То есть Вы Делаете Инвестиции В Обучение А В итоге Потом В будущем Становитесь В будущем В ближайшем Времени Вы Становитесь Детцем Доли Скайвей Вот Но Доля Опять же Доля Еще Это Доля Не Акции Пока Акции Аминистан Только После Компания Выйдет На Биржу Но Уже Даже По Доля Могут Быть Дивиденды То есть Даже Компания Еще Не Выйдет На Биржу А Как Только Она Будет Получать Прибыль Которая Уже Достаточно Будет Для Того Чтобы Распределять Дивиденды 20% С этой Прибыли Уйдет На Дивиденды Даже На Эти Доли Не Сколько Там Положено Будет Исходя Из Объема Прибыли Пришедшей В Компанию Поэтому Тут Есть Интересный Такой Момент Валентина Кривой Рог Почему Сейчас Компания Нет Сплывающего Окна Консультанта Куда Можно Задать Вопрос Я Чуть Опоздал Повторите Что С Нашими Токенами С Какими Токенами Токены Обмена Которые Были Обмен Долей На Токены По ним У меня Информации Никакой Новой Нет Пока Даже Есть Определенные Сложности С Развитием Скажем Документации По этим Токенам В дальнейшем Ее Создают Сейчас Но Еще Видимо Не готовы В полной Мере То есть Немножко Сложнее Все Казалось Чем Думали Ну В связи С тем Еще Скажу Что Усложнилось В конце Прошлого Года Мировое Законодательство В области Токенов В Активах Идет Как бы Активное Включение Разных Регуляторов Разных Стран И Принятие Определенных Регулирующих Документов А Это Все Накладывает Свои Отпечатки На Рынок Электронных Цифровых И услуг И Активов И Инструментов И так далее И соответственно Весь Все Скажем так Порядочные Законопослушные Игроки Такого рынка Начинают Корректировать Свои стратегии Корректировать Свою документацию И Это Вызывает Еще Дополнительное Время Затраты На Подготовку Такого Корректирования Поэтому Все Что касается Токенов Корневой Компании Skyway Все Обещанное Остается В силе Компания Свои Обязательства Обязательно Выполнит Просто Сроки Время Немножко Сдвигаются Я В принципе Это Предполагал С самого Начала Я Если Кто Помнит Мои Осенние Вебинары Я Говорил О том Что Нет Еще Регулирования Очень Много Рисков Подвоны Камней Могут Быть Всякие Нюансы То есть Пока Нет Каких Четких Гарантий Что Все Так Легко Отработается И Будет Легко И Просто Вот Но Я Говорю Еще Раз Я знаю Анатолия Дорченицкого Чек Слова И Он Будет Следовать Данному Слову Полностью То есть Он Сделает Всю Возможность Чтобы Полностью Удовлетворить Те Ожидания Наших Инвесторов Наших Партнеров Клиентов Которые Они Связывали С появлением Этих Токенов Поэтому Не Переживайте Просто Наберите Стерпение Вот По поводу Всплывающего Окна Все У нас Постоянно Меняется Сайт Ну Не Постоянно Идут Какие-то Изменения На Сайт Можете Написать Поддержку Что Вы Просите Вернуть Такое Всплывающее Окно Чтобы Поддержка Передала Там Нашим Например Программистам Но Это Все Будет Все На Директорском Составе Обсуждаться Сначала Нужно Ли Такое Всплывающее Окно Консультанта Или Нет Можете Задать Вопрос Почему Он Не Всплывает Бывает Просто Браузер Перегружен Или Не Поддержит Всплывающие Окна Бывает Что Что Отключили Я Просто Не Так Часто Захожу В Кабинет Личный Не Успеваю Следить За Всеми Изменениями Там На Сайте Поэтому Извините Так Николай Вопрос Из Ютуба Оксана Шкуратова Спрашивает Подскажите Как Отвечать На Вопросы По Легальности Деятельности Фонда Института Российской Федерации На Кей Статике Ссылаться Ну Во-первых Ссылайтесь На То Что Компания РС Дабл Инвестмент Групп ЛТД Передает Свои Определенные Права Собственности Правовладения Интеллектуальные Права Определенные Компания В Российской Федерации И Эти Компании Например Или В Беларуси Эти Компании Уже Используя Эти Права Продают Определенные Продукты Также Российские Компании Российские Предприниматели Участвуют В создании Этих Продуктов Которые Потом Входят В То Что Продается На Сайте Соответственно То есть Мы Работаем Абсолютно В Законном Легальном Поле Российской Федерации Все Компании Все Индивидуальные Предприниматели Которые Задействованы В этой Работе Они Сдают Налоги Сдают Платят Налоги Сдают Отчетность Отчитываются Везде И Деятельность Абсолютно Прозрачная Потому что Все Проходит Все Банковские Счета Банки Сейчас У нас Проводят Проверяют Каждую Транзакцию Каждый Платеж На уровне Я не знаю Какого-то Серьезного Проверяющего Органа В силу Того Что Законодательство На них Это Возложено На сегодняшний День В избежании Злоупотреблений И так далее Вот Поэтому Мы работаем Абсолютно Легально Мы подаем Доступ К обучению Доступ К базе Данных С обучением Это Легальная Деятельность У нас Она заявлена Как уставная Во все Компании Которые Этим Занимаются Вот И Соответственно Никаких Запретов Нет Обучающая Деятельность Не требует Лицензирования Если она Не выдает Специальных Сертификатов И Государственного Братца То есть Мы не гарантируем Что такие Сертификаты Будем вам давать Да Вот Но Имеем право Проводить Такие Вебинары И Обучение Вот Ну и Соответственно Других Каких-то Разрешений Лицензии Не нужно Потому что Мы другой Деятельности Не ведем То Что люди Получают Бонусом Ну так Это Бонус Это Причем Бонусом Они не получают Доли Сами Люди Получают Бонусом Электронный Внутренний Сертификат Который Кстати Подарочная Открытка Там Дается Такое Торжественное Обещание Что В будущем Станете Совладельцем Долей Skyway Вот А на сегодня Долей Skyway Ничего Официально Не стоит Официально Нет Такую бумагу Которую Они Чего-то Стоят То есть Понимаете Мы Абсолютно Идем Четком Юридическом Поле Абсолютно Четко С нами Не разговаривали Представители Банковских Групп Представители Правительства Московской Области Представители Администрации Президента Академии По Разных Вузов Которые Интересовались Нашими Концепциями Разработками И так далее Именно Skyway Вестгрупп То есть Мы Со многими Людями Общаемся Никто Круг глаза Не делает За нами Наблюдают Службы Безопасности Всевозможные И так далее Прекрасно Видят Нашу работу Мы Не скрываемся Мы Считаем Себя И Позиционируем Законопослушные Граждане Законопослушный Бизнес Ведем Абсолютно Мы Призываем Всех Наших Клиентов Партнеров Которые Зарабатываются С нами Декларировать Свои Доходы Платить Налоги Регистрироваться Как Предприниматели Мы Даже Подсказываем Как Это Сделать Когда Это Сделать То есть Мы Работаем Мы Считаем Что Можно Сказать Мы Помогаем И Властям Помогаем И Экономике Страны Вот Партнерские Отношения То есть Мы Ни в коем Случае Не Собираемся Там Убегать У нас Налогов Платится Огромная Сумма Я вам Скажу Только По одной России По Каждой Компании Все Очень Скорпулезно Сидят Бухгалтера Судра До ночи Работают Обрабатывают Каждую Платеж Каждую Транзакцию Все Отчеты Все Дается Как Надо Мы Полностью В Российском Законодательном Поле Работаем И В Каждой Стране У нас Так В Каждой Стране Абсолютно Очень Скорпулезно К этому Подходим Конечно Есть Нюансы Сложности Работы Из-за Сложности Законодательства И так Далее В Некоторых Странах Но Мы Стремимся Полностью Соответствовать Абсолютно Всем Требованиям Законодательства Каждой Страны Куда Мы Приходим Абсолютно Всем Требованиям И Мы Учим Этому Другой Бизнес Который Работает В Полутени Там Где-то В Серую Полу Легально Там Как-то Еще Мы Наоборот За то Чтобы Работать Легально Мы Хотим Но Мы При Этом Еще Хотим Чтобы Экономика Тоже Улучшалась В Целом И Условия Ведения Бизнеса Условия Участия Они Участвуют Во всех Крупных Проектах Зарабатывают На нем А Простые Люди Они Отстранены Как бы От этого Они Делают Себе Какие-то Кубышки Закапывают Где-то На огороде Или В печку Ложат Или Под Атрас Куда-то Деньги У них Это Не Работает И Они Подвержены Также Скачкам Кризис Всяких Непредвиденных Ситуаций И так Далее Мы Хотим Чтобы Люди Все Участие В экономике За счет Грамотного Участия В экономике Вот Это К чему Мы Призываем И к чему Мы Ведем Это У нас Такое Желание Мы Хотим Вызвать Такие Преобразования В мировой Экономике Тенденции Оздоровления Которые Приведут Более Эффективности Мировую Экономику И Более Эффективности Обеспечения Людей В этом Плане Это Часть Тех Тенденций Которые Мы Поддерживаем Понятно Что Жизнь Человека Лучше Не станет От того Что Он Станет Богаче Она Становится Лучше Конечно Это Не Единственное Условие Которое Нужно Чтоб Человек Стал Счастлив Благополученный И Чтоб У него Все Прекрасно Сложилось Чтобы Все Прекрасно Сложилось Надо Еще И Над Собой Работать Человеку Личностный Рост Должен Духовный Рост Нужно Познавать Что-то Открывать Меняться Воспитывать Себя Образовывать Себя Вот Без Этой Работы Ничего Не будет Двигаться Просто Течь По Течению По Жизни Будет Человек Окружен Всевозможными Искушениями И Через Раз Победил Через Раз Проиграл Ну То Будет Жизнь Такая Набрана Всяких Приключений В жизни Но Реально Каких-то Серьезных Изменений Вокруг Себя Человек Не вызовет Но Если Человек Устремился Менять Себя В лучшую Сторону И Таким Образом Собираться Еще Другим Дать Пример То Вот Тут Он Уже Вокруг Себя Может Жизнь Поменять Вот Это Реально То Чего Хотелось Бы Вызвать В мире Так Ну А Насчет Статей На какие Ссылаться Я думаю Что Общепринятые Статьи Бизнеса Ведения Легальности Мы Продаем Доступ К тренингам К Вебинарам К Обучению Вот Основной Бизнес Который Мы Ведем Плюс Популяризируем Определенные Концепции Технологии Эти Технологии Востребованы В том числе В Российской Федерации Нам это Подтверждают Люди Даже На очень Высоком Уровне Мы Верим В то Что Будущее Скайвей Для России Очень Большое Так Данил После покупки Курса Что у меня Будет Консультант По вопросам Или Где я Буду Их Задавать Вопросы Можно Задавать В поддержку Вопросы Можно Будет Задавать На Юрических Вебинарах Но Если Какие-то Специализированные Вопросы То В поддержку Задавать Их Перенаправят К Нашим Спикерам Которые У нас Ведут У нас Тем Кто Совершил Определенную Покупку Обучения Там От 100 Долларов Выше У них Вставляется Доступ К вебинарам Антонины Кивиновской Игоря Романенко Они Конкретно По инвестиционным Портфелям Рассказывают По Рынкам По Форексу И так Далее Если Вас Интересует Именно Этот То В данном Случа Ваши Вопросы По Этим Курсам Целесообразно Было бы Задавать Конкретно Антонине Кивиновской Игоря Романенко Это люди Специалисты В своем Деле И вы можете У них Проконсультироваться В деталях По этим Курсам Они Оба Являются Также Преподавателями Академии Честного Инвестора Вот Как вам Как вариант Обратитесь К ним И у них Тоже Бывают Вебинары Вот мы По очереди В среду Проводим Сегодня я В следующую Среду Они Проводят У них Днем По моему Вебинар Проводится По моему В 2 часа По Москве Если не Ошибаюсь Или в 3 Вот там Можете Задать Ваш Вопрос Данил Следующий Вопрос Валентина Успевайте В наш Проект Привести К можно Больше И сделать Успешными И сами Заработать В самом Лучшем Проекте Согласен Николай Пишет Вопрос Из Ютуба Добрый Вечер Подскажите Пожалуйста Есть у Компании Свой Бин И Скайвей И Потом Если у Скайвей Сертификаты Транспорт И где Посмотреть У нас Анатолия Дорчиницкого На сайте Головной Компании Там Где-то Это все Есть Выкладывалось Я Просто Точного Адреса Не знаю Можете Задать На сайте Головной Компании Можно Посмотреть Можно Посмотреть На сайте Анатолия Дорчиницкого Но В новостях Это все Публикуется И Публиковалось Уже Неоднократно Как только Какой-то Сирикат Появляется Его тут же Публикуют По поводу Бин Что за Бин Какой-то Номер Бин Ну а Расшифровка Что за Бин Я таких Аббревиатуры Очень много Разных Что за Бин Так Алексей Алексей Заказал Где-то Месяцный Сертификат Но Никак Не могу Дождаться Хотя Прежде Пришел Быстро Прямо Через Неделю Что-то Изменилось Алексей Ничего Не Изменилось Возможно Возможно Только Ну еще Немножко Подождать Либо Передавайте В службу Поддержки Номер Сертификата Как мы Заказывали То есть Посмотрите Это Такой Желто-зеленый По цвету Сертификат Где Подпись Анатолия Дарчиницкого Он должен У вас В электронном Виде Появиться В личном Кабинете Там Где вы Оплату Произвели За доставку Посмотрите Этот номер И передать Его в службу Поддержки Или мне Передайте Причем Да Вот Можете Передать Где-то до 4-го Числа Включительно Я Ну Участвую В конвертации Как бы И когда Будет Подписание Я тогда Могу задать Вопрос По поводу Конкретно Вашего сертификата Вот Передайте Через поддержку Для меня Что ли Этот номер Можете Вот так Даже Это Будет SW И потом Номер Только Номер Будет Там Не с нуля Начинаться Какой-то Там Другой То есть Посмотрите Это номер Именно желто-зеленого Такого Сертификата С подписью Антонеда Арченицкого Не голубого Который В SWIG Выдается Сертификат Электронный Внутренний А именно Желто-зеленый Сертификат От ЕРСС Фолдинга Вот этот Номер Давайте Задержка Могла Быть Первая Могла Быть Очень Большая Нагрузка На Службу Обработки Вот Эти Вот Сертификатов И Отсылки По почте Это первое Почему Потому что Было Закрытие Под этап 10 февраля И могла Быть Сильная Загрузка Могли Не успеть Обработать Что Много Очень Людей Было Это первое Второе Может быть Некорректно Был какой-то Почтовый Адрес Указан И Где-то На уровне Почты России На каком-то Из этапов Доставки Сертификата Где-то Что-то Не Срослось Не сработало Бывает Иногда Некорректная Работа Самих Почтальонов Вот Чтобы Это Выяснить Нужен Номер Сертификата Тогда Можно Будет Узнать Так Алексей Волгодского Доброго Вечера Вы В курсе Что Там Строит УАЭ Насколько Я знаю Строит Сначала Сначала Должны Построить Тестовый Участок Который Станет Частью Большого Участка Там По-моему Первые Четыреста Метров Или Или Первые Пару Километров В общем До 20 метров Должна быть Там Трасса Первая Это Будет Пассажирский Транспорт А потом Вот 20 километров Вроде Должны были Выделить На скоростную И Подписали Даже Документы Вот Это У меня Бручные Честно Сказать Свидения То есть Я знаю Что Тестовый Участок Покажут Пассажирский Городской Транспорт Именно В условиях Песков Соленого Воздуха И жары Для Эмиратов Для этого Специальный Транспорт Разработался Этот Именно Уже Измененный Транспорт Именно Для Южных Стран Это Первое На этом Тестовом Участке Второе Это Скоростная Трасса Где Вот Этот Высокоскоростной Модуль Будет Показывать Со Скоростью 500 600 Км Час Ему Для Разгона Минимум 20 Км На Вот Этот Участок Вроде Как Я Насколько Я Слышал Что Документы Подписали В отделении Участка Значит Будем Ожидать Еще И Строительство Этого Ну Опять Ж Говорю Это Я Официальные Новости Пожалуйста Только Официальные Сообщения Головной Компании И нашей Компании Только Официальные Новости Могут Быть Как Основой Для Делания Выводов Я Это Так Вам Просто Шепнул Делюсь Не Является Это Акционным Заявлением С моей Стороны Так Что Я Краем Ух Услышал То Вам Поделился Так 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 Сейчас Немножко Не Был Так Так Секунду 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 Так Ага Вижу Скакнул Текст Просто Я Потерял Ввиду Где Вопрос Читал Итак Гульнара Кинжигула Пишет Что Данил У вас Констант Тот Что Пригласил Проект Будете Сдавать Вопросы Ему Или В офисе Компании Где Вы Проживаете Да Тоже Вариант Есть Региональные Офисы Где Можно Если Близко К вам Есть Региональные Офисы Можете Прийти Это Можно Узнать В судьбе Поддержки Или На сайте Посмотреть У нас Там Есть Информация Вот Также Пригласивший Вас Человек В проект Ну Если Вы Не Найдете Там Ответа Можете Сдавать В Поддержку Или Вот Как Я Говорил Так Людмила Валерий Вы Прослушали Максим Ответил Орешение 15 Так Ольга Есть Новости По адресу Проекту В Москве Знаю Только Что Работа Пройдет Но Пока Детально Сказать Не могу Потому Что Еще Не Все Знаю По Этому Вопросу Только Недавно Из Малайзии Приехал И В Москве Именно По Этим Московским Вопросам Не Разговаривали То Есть Не Общался Еще На Эту Тему Дальше Наверное Наверное Следующей неделе Может Быть Узнаю Так Но Знаю Только То Что Работает Там Не Заглох Все Идет Но Пока Не Могу Сказать На Кой Стадии Так Оплата За Доставку Сертификата Также 10 Долларов Да 10 Долларов И У нас Рассматривался Вопрос Мы Разговаривали С Кирим Курсуном О том Чтобы Сделать Возможность Заказа Почтовой Курьерской Компании Вот Либо Заказ За 15 Долларов Заказным Письмом Это Более Немножко Надежнее Идет Ну Видимо Пока Еще Не Появилась Такая Возможность В ближайшее Время Должна Будет Появиться Так Бин Банковский Номер Для Нового Инспекции Для Приверки Банковских Счетов Работа Нас Казахстан Бин Называется Гульнара Так Я знаю В России Это БИК Называется Банковский Индикационный Код И В Мерзованной Практике БИК Или Свифт Код Есть Еще Это Который Присылается Банка Но Дело В том Что Почему У нас Его Спрашивают Все Счета На которые Проплата Идет В личном Кабинете Они Все Имеют Эти Реквизиты Банковский 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 Индикационный Номер Или Код Как Его Назвают Но В данном Случа Не знаю О чем Человек Спрашивал Может быть Он Имел Ввиду Какие-то Знаете Бывает Человек Просто Не очень Хорошо Знает В этих Аббревиатурах Просто Задает Вопрос Чтобы Убедиться Что У нас Все Достаточно Защищено Защищены Наши Допустим Если мы С вами Как клиенты Компании Я тоже Клиент Компании Хотя Я работаю Давнее Но Наши С вами Какие-то Владения Теми же Долями Как оно Защищено Я Для себя Вы Тоже Выяснил Да Защищено Достаточно Систем Безопасности Для Того Чтобы Защитить Наши Наши Права То есть И доли Скайвей Защищены И Наши Документы Достаточно Для того Чтобы Считать Что мы Имеем Легитимные Документы Вот Ну и Я уже Говорил Что Для того Чтобы Полностью Снять Все Переживания Для Подстраховки На Будущее Когда мы Выходим Большой Рынок Будет Большие Игроки Большая Экономика И так Далее Чтобы Себя Защитить Можно Будет Под Конец 15 Этапа Организоваться И Всем Коллективно Подавать Запросы На Вот Эти Дорогостоящие Так Назваемые Выписку Из Реестра Корневой Компании Выданную Компанией Реестродержателем Которые Зарегистрированы На Кипре Разрешение От Государства Вести Реестры Сторонних Компаний У нее Это Основная Ее Бизнес Деятельность То есть Эта Компания Профессионально Ведет Реестр Определенных Компаний Вот Реестр Компаний Skyway Ведется Тоже Такой Компанией Которая Имеет Статус Признанный В Европе Это Европейская Компания Это Кипр В Лимассоле Город Лимассол И там Эта Компания Есть Там Есть Копия Реестра Нашей Компаний Где Доля Skyway И вот Оттуда Выписку Можно будет Заказать Я рекомендую Не ранее Окончание 15 этапа Почему Потому что Сейчас Пока Не стоит Тратиться Надо Увидеть Что Проект Реализован Когда он Реализован Окончание 15 этапа Либо Закрытие 15 этапа Произошло Можно уже Подавать Запрос Стоит Такая Выписка Но Ее Есть Смысл Делать Тем У кого Большие Пакеты Миллион Долей Несколько Миллионов Долей Почему Выписка Стоит Сама По себе Одна 50 евро Пересылка Ее Например В Беларусь Или В Россию Будет Стоить Где-то В районе 100 евро То есть 150 евро За одну Выписку Чтобы Прислать Можно Сгруппироваться Там Например Несколько Выписок Таких Заказать И в одном Письме Чтобы Выслали Это Будет Дешевле Естественно Но Каждая Выписка Отдельная 50 евро Дорогостоящие Такое Удовольствие Но При выходе Компании На большой Рынок У кого Крупные Большие Пакеты Подстраховаться Можно Сами Потом Примите Решение Насколько Цены Ваши Пакеты Когда Компания Начнет Реализовывать Уже Реальность Проект И тогда Уже Примите Решение О такой Трате Сейчас Смысла Тратить Такие Деньги Нет Потому Что Пока Еще Не Реализован Ну И Как Б Пока Сами Доли Официально Еще Не Стоят Никаких Денег То есть Нет Официальной Бумаги Которая Бы Это Говорила Поэтому Такие Затраты Сейчас Я Обработки Таких Запросов С Этой Компанией Реизодержателем То есть Возможность Такая Озвучена Была Но Процедура Кто ответственен Как Это Все Будет Работать Кто Будет Передавать Контролировать Это Не Определен Но Ближе К Концу 15 Этапа Этот Вопрос Будем Поднимать С Корневой Компании Договариваться Тогда Будем Собирать Пакет Таких Запросов Передавать На Кипр Чтобы Они Могли Там Пакетом Как Обработать За Как Это Время Будем Опять Узнавать Как Это Быстро Возможно Сделать Эта Компания Ведет Не Только Нашу И Многие Другие У них Тоже Бывают Запросы И Тогда Загрузка Может Быть Длительный Ответ Ждать И Так Далее Но Сам Факт Наличия Такой Выписки Это Будет Еще Одна Дополнительная Страховка Для Тех Инвесторов Которые Переживают Вот Для Остальных Я Напомню Что Кто Еще Не Знает Сегодняшний День В мире Является Одним Из Определяющих Для Торговли Для Ведения Бизнеса Для Инвестирования Как Образец Определен Потому что Оно Очень Сильно Разработано Под Эту Систему Плюс Авторитет Британии Как Финансово Инвестиционного Центра Очень Крупный Все Знают Британские Суды Очень Часто Крупные Компании Именно В Британии Обращаются Британские Суды То есть Определенная Репутация Создана В Британии Была Потому что Британия Занималась Торговлей Уже Очень Много Веков Поэтому Много Чего Для себя Принимала И разрабатывала Для бизнеса Конкретно У них Очень Много Форм Разных Есть Так вот Британия Задала Тренд Такой По всему Миру Мир Это Перенимает Это Электронный Документ Оборот Ведь Когда Все Документы Основные Даже Компании Могут Существовать Только В электронном Виде То есть Их Нет Практически В бумаге У них Это Считается Нормальным Я Приводил Пример К примеру Вы Захотели Купить Акции Какой Нибудь Или Доли Какой Нибудь Компании Лондонской Строительной Малоизвестная Компания Вот Она Свои Доли Или Акции Реализует Где-то На Сайте Предлагает Стать Ее Соинвестором Вы Взяли Купили Несколько Долей Этой Компании Заплатили Сколько То Доларов За Эти Доли И Вам В ответ Что Вам не присылают Никакой Бумаги Вам не присылают Никаких Логотипов Красивых Бумажек Вам присылают Просто PDF Файл А4 Формат В альбомном Или в книжном То есть Вертикальном Или горизонтальном На нем Простым Машинописным Текстом Написано Название Этой Компании Строительной Количество Долей Или акт Которые Она Вам Реализовала Ваша Фамилия Имя Отчество Адрес Проживания Цена Каждой Акции И внизу Фамилия Директора Компании Все Понимаете Все Больше Никакой Информации Нет Ни логотипов Ни защиты Ни подписи Ни печати Ничего Просто Машинописным Текстом PDF Файл Абсолютно Простой Знаете Даже Чеки В магазинах И то Слово Чем У нас В России Чем Вот эти PDF Файлы Которые От этой Компании Пришли И это Считается Серьезный Домент Подтверждающий Что вы владелец Акции Этой Компании Это Тенденция Современного Мира Я говорил Что Это С Моя Точка Зрения Это Не очень Правильная Тенденция С одной Стороны Много Позитива В том Что Идет Упрощение С другой Стороны Полностью Полагаться На Электронику Это Какой-то Немножко Нездоровый Тренд Ну Это Не просто Нездоровый Тренд Со стороны Кто знает Для чего Этот тренд Делается Тут Понимает Для чего Это Делается Все Хотят Провести К электронной Форме Вообще Существования Укружить Человека Виртуальным Миром По сути Говоря Сделать Таким Биороботом Это Грубо Уже Говорю По сути Говоря Человек Оторвать От Природы От Естества От Самостоятельности От Самостоятельного Мышления Полностью Его Подсадить На Управляемые Технологии Дистанционно Вот Электронные Компьют И так Далее Человек Полностью Будет В этом Интегрирован И По сути Говоря Как Один Из Винтиков В Одной Большой Машине Власть Будет У тех У Кого Кнопка Enter И У Кнопка Delete И Человек Будет Также Подчиняться Этим Кнопкам То Каким Образом Я говорил Это Известная Тема Мировая Элита Хочет Чипировать Население Земли И Сократить Его Количество Были Разработаны Микрочипы Были Еще В 70 Годы Были Разработаны Даже Микрочипы С Всякими Ухищрениями Которые Позволяют И управлять Человеком И следить За Человеком Даже Управлять Его Мыслями И поступками Это Еще В 70 Годы То Это Все Уже Реально За Эти Годы Технологии Пошли Еще Дальше Поэтому Мировая Элита Откладывает Это Все Но Все Она Это В План Держит Для Того Чтобы Сохранить Свою Власть Над Ресурсами Над Человечеством Они Хотят Иметь Полностью Управляемое Общество Поэтому К этому Всему И ведут Но Это Безумие Глупость Сродни Самоубийству Для Человечества Потому Что Человек Который Над Природой Отрываются Все Тонкие Связи Которые Вообще Держат Нас В Жизни Это Связи С Вселенной Связи С Природой Связи С Окружающими Людьми Не Виртуальные А Сердечные Если Эти Связи Рвутся То Все Живое Гибнет И В итоге Это Все Приведет Либо К К К Всего Человечества Вместе С Этими Безумцами Либо К Очень Большому Периоду Длительных Страданий Конвульсий Человечества Которые Усугубятся Сто Процентов Реакции Планеты Земля Как живого Существа Об этом Уже Немало Ученых Писало Поэтому Вот так Видите Такой Покалиптический Сценарий Вам Описываю Это Последствия Того Как я Вижу Что Это Будет Если Все Усугубляться То Эти Технологии Будут Применяться На Сегодняшний День PDF Электронный Файл Является Документом Первичным Документом Подтверждающим Ваше Владение Далям Является Запись В реестре Вторичным Документом Является Выписка Из реестра Уже Электронная Выписка В PDF Файле Она Может быть Продублирована На Бумаге С печатью Подписью Подтверждена Компанией Реестра Держателя И Третий Документ На основании Этого Этой Выписки Делается Это Сертификат О Владении Далями Компанией Этот Сертификат Вы можете Заказать В личном Кабинете За 10 Долларов На сегодня Может быть Дороже У нас Порядская Возможность Курьерская Компания Доставит Вам В бумажном Виде С печатью Подписью Со всеми Логотипами Красивая Бумага И Также В электронном Виде Вы сможете Скачать После Оплаты Еще до Того Как вам Доставка Придет Вот Это И вот Это Все Является Вполне Легальным Защищенным Методом Использования Вот этих Технологий На сегодня Ну а Про Чипизацию Людей И это Все Я вам Рассказал Чтобы вы Это Знали Можете Погуглить Или там В Яндексе Или в Гугле Набрать Чипизация Чипирование Вы найдете Огромное Количество Материалов На эту Тему Рекомендую Немножко Познакомиться Быть в курсе Чтобы не совсем Носить розовые очки По поводу того Что делает Мировая элита Действительно Периодически Волны безумия Захлестывают И мировые элиты И они Иногда Даже не думают Не ведут Что творят А может быть И ведут Только У них Это как Такое Истопление Злобы Что ли Вредности Такой А как бы А Баба Яга Против Знаете Вот из этой Серии То есть Нет Вот мы Хотим По нашему Сделать Жизнь Диктует Свои Условия Жизни Человечества Жизнь Диктует То Что Человечество Должно Развиваться Не деградировать Чтобы Всем Становилось Лучше Но Не так Что прям Ушат На каждого Высыпать А он Не знает Что с этим Делать И превращает Это все В мусор Человек Должен ценить То что он Имеет Поэтому Путь К счастью Идет Все таки Не через Комфорт Комфорт Это только Инструмент Который Вам помогает Что то делать А путь К счастью Идет Через Какие то Страдания Через Какие то Осознания Через Работу Над собой И тогда Вы действительно Начинаете Станиться Счастливым Если бы Мировые Элиты Это понимали И Поддерживали То мы Конечно Быстрее Бы пришли К Всеобщему Счастью Но я думаю Что все таки Придем Потому что Все пророчества Разных Религий И Пророков И всяких Прорицателей Предсказателей И так далее Все таки Говорят о том Что впереди Что то будет После такого Тяжелого Периода Поэтому Нужно Быть Как говорится Да И в связи С природой И быть Начеку И готовить Себя тоже К этим всем Событиям И к тяжелым И к хорошим Вот И Я всем И себе И всем Повторяю Что Иногда Вот вы Находитесь Где-то В трудной Ситуации В жизненной Там В стесненных Материальных В условиях Вы не знаете Там Как помочь Родственникам Там Вылечиться Или Кому-то Это Вы Всегда Должны держать Перед собой Такую Как бы Аксиому Что Если вы К чему-то Стремитесь Вы Обязательно Это Получите Но Вы Должны Себя К этому Чему-то Готовить Если Вы Мечтаете О чем-то Большом Хорошем Красивом Которое Сегодня Вам Знает Что Я Придел Но Вы Должны Быть Морально Быть Ну Вот На Этот Пьедестал Попасть Понимаете На Это Положение Человек Находится Где-то Внизу Мечтает Стать Царем А Когда Его Неожиданно Жизнь Делают Царем Он Там Такие Дрова Ломает Что Потом За Ним Еще Тысячу Лет Кому-то Исправлять Поэтому Чтобы Так Не Было Надо Жизнь Вам Даст Эти Вершины Обязательно Но Вы Себя Подготовьте К Тому Чтобы Именно К Этому Подняться И Тогда У Вас Когда Вы Попадете На Этот Самый Пьедестал Где Вам Дадутся Все Эти Блага Все Эти Возможности Все Эти Инструменты Которые Хотите И Все То Счастье Которое Хотите Достигнуть То Оно С Вами Пребудет Намного Дольше И Более Эффективно Будет Применено Вами Во благо Всех Окружающих И Вас Тоже Благодарю За Внимание Развивайтесь Наполняйтесь Знаниями Формируйте Свою Точку Зрения На Все И До Новых Встреч Всего Всем Доброго До Свидания Продолжение следует